Друзья, привет! Сегодня 8 апреля. Две недели, как не снимала для вас видео из теплицы. Пришло время. Что хочу сказать. Проделано много работы. Все так много всего выросло за это время. Ну, давайте все начнем по порядку. Давайте я возьму камеру. И все вам покажу. Сначала, конечно же, начнем с красоты, которая у меня за спиной. Это пеларгония. Она вовсю цветет. Вот такая красота в теплице сейчас у нас. Активно она продается. Очень-очень нравится нашим покупателям. Может быть, мне самой нравится, поэтому она просто шикарная. Цветет еще не в полную силу. Набирает бутоны. На бутонов она цветет. И здесь еще бутонов много у нее. В общем, разнообразные расцветки. И вот такая вот интересная. Такая насыщенная. очень красивая. Очень красивая. В общем, красота в теплице. Зайдешь сюда, и настроение повышается. Вот королевской пеларгонии ей однозначно да. Королевской пеларгонии буду ее на следующий год сажать однозначно. Наверное, такое же количество. Однозначно да. Плющелистная герань, да, как мы еще и называем. Пеларгония. Как-то мне она не очень, может быть, и самой нравится, но спроса на нее не такой великий, как на королевскую пеларгонию. Вот здесь у меня тюльпановидный один сорт есть. Расцветет побольше. Попробуем ее. Ну, вот для контейнеров озеленения посажу ее в кашпо около магазина. Также дома. Вот для собственных нужд мне она сгодится. Мне она очень нравится самой вот именно для уличного озеленения. А вот если в подарок брать, то однозначно, однозначно королевская пеларгония. Здесь она на голову на две выше, чем зональная пеларгония. Так, ну, давайте все по порядку в нашей тепличке. Начнем с этой полочки. Значит, на верхней полке смотрите, как выросло гацания. Красотка начала пушиться, куститься. В общем, супер вообще. Кустики очень хорошенькие. И к месяцу, к маю, я думаю, что уже покажут свои бутончики. классные. Вовремя я ее пересадила в стаканчики побольше, и она начала прям куститься хорошо. Значит, с этой стороны у нас петуния идет. Я ее активно черенкую. Здесь вот пенечки можно увидеть. Активно черенкую, беру с нее черенки. Затем вот эти вот из этих горшочков высажу в кашпо в подвесное. Но пока место у меня есть, здесь грунт придет для подвесных кашпо. Пока беру с них череночки активно. Вот здесь стоит один сорт у меня. Далее идет у нас вот очень классный ой вот залезла. Так биденс это я сеяла из самосборных семян. Сама собрала в прошлом году и посеяла. Нужно его подрезать, прищепнуть, чтобы он был шапочкой. Очень классная находка в этом году это ампельные глазки. здесь уже у них корешочки снизу. Видно, что горшочек уже тесноватый. Корешочки беленькие. Потом здесь малиновые будут. И буду их пересаживать в подвесное кашпо. То есть будут они как петуния находиться в подвесном кашпо и вместе с кашпо буду их продавать. У меня их здесь немножко. Парочку я оставлю себе для дома. Потестирую годик, посмотрю, с чем ее едят. Требовательно ли к уходу либо нет. И на следующий год, если она мне зайдет, самой мне понравится, я, конечно же, буду сеять больше. Здесь у меня по стаканчикам гвоздичка. Гвоздичка уже цвет набирает. Очень красивая, разнообразные расцветки, светленькая и насыщенного цвета. Я ее буду продавать именно вот в таких стаканчиках. То есть это у меня уже в постоянном гвоздичке сидит в постоянном горшочке уже. Так, едем дальше. Сальвия красотка. Тоже уже пышница, кустица. Надо тут ее немножечко пополоть. Ну, ничего. Тут было несколько выпадов. То ли я их перелила, то ли залила. Непонятно, что с ними было. В общем, было несколько выпадов. А так она прям хорошенькая, здоровенькая, некоторые прям такие массивненькие. Тут уже корешочки виднеются. Кустики хорошенькие, уже цвет смотрю, немножко и будут набирать. То есть тоже, когда подойдет время продавать сальвию, она у меня уже будет кое-какая на бутонах. Даже уже будет цвет виден. Далее катарантус. Катарантус я как перевалила, он прям попер в росте, очень красивый. В прошлом году я брала семена катарантуса, сеяла, и как-то он мне не понравился. Цветки меленькие такие были, листики худенькие, он вечно что-то вытягивался, болел при пересыхании. я взяла, попробовала профессиональные семена, и знаете, ну вот прям результат налицо. Может быть, конечно, сорт другой, но я в восторге от этих просто даже листьев, они очень красивые. Вот как он кустится, видно, побеги боковые. То есть в прошлом году у меня дылдочка одна росла, и все. здесь же он без прищипки сам кустится и ветвится. Посмотрим. Тоже парочку оставлю себе, высажу, протестирую. Если мне очень понравится, на следующий год возьму побольше именно этого сорта, этих семян и этого же поставщика. Так, ну здесь у меня еще помидорки для собственного, для собственных нужд. Пеларгонию я так и не пересадила. Никак не могут дойти руки у меня вот из стаканчика. Место уже освобождается потихонечку. эта пеларгония продается и потихонечку буду переваливать вот этих малышей. Они уже здесь зацветают активно. Малышей буду пересаживать сразу в большие контейнеры, прищипывать все, обрезать бутоны и расставлять уже по местам, по освободившимся местам. Так, здесь у меня также петуния, это риммаджента. Тоже беру с нее черенки, но уже тут я много чего набрала, они бедненькие мучаются, вот в таком состоянии. это еще знаете, черенки получается с прошлого года, я их весной черенковала, вот сюда садила, конечно, они развивались тяжело, но они мне очень-очень много дали черенков, сейчас я им просто даю подсвести, меня порадовать, затем я им сделаю омолаживающую стрижку, посмотрю, если они будут здоровенький, хорошенький листочек выпускать, то можно пересадить и в подвесной кашпо, но, скорее всего, я этого делать не буду, просто их выкину, вот, а здесь уже молоденькие, то есть, уже череночки, я их активно стригу, уже не черенки, уже такие растения хорошие, которые буду переваливать именно в подвесное кашпо, сейчас активно стригу, стригу и беру с него черенок, рим маджента, ой, вообще, наверное, самая неприхотливая из всех питуней, укореняется просто с полпинка, можно даже корневин никакой, ну, желательно, конечно, корневином укоренять, но, мне кажется, она и так, ее просто кинул на землю, чуть-чуть присыпал, она уже вся укоренилась, здесь самое интересное пошло дальше у нас, это красоточки, вегетативная питунья, ой, смотрите, как хорошенько, это у нас не питунья, это питхуа, питхуа, вот такая, вот такой небольшой цветочек, я специально не стала обрывать, чтобы вам показать, очень хорошенький, меленький такой, ну, что питунья все равно уже надоедает, хочется каких-то интересных как цветочков у питунья, вот, дальше мистерискай, это питунья, я с нее уже взяла черенки, вот, укореняются, и поэтому, почему у меня будут подешевле именно вегетативная питунья, потому что я же с ней взяла черенок еще дополнительный, и это мне позволяет немножко как бы ставить подешевле, именно, ну, как бы, если я просто черенок взяла, посадила, пересадила, дорастила, и продала, то у меня получается, например, например, взяла я его за 70 рублей, пересадила, дорастила, и продаю, например, за 150 рублей, да, за 140, 150-140 рублей, но, коль я взяла с него черенок, все это пересадила, дорастила, также его продала, то ставлю цена, у меня будет кустик питунья в 0,5 горшочке, я буду пересаживать обязательно уже, потому что немножко будет маловато место, будет по 100 рублей, то есть, я считаю, это, это, это дешево, вот, набирается, смотрите, у них уже в генах заложено, что они должны куститься, то есть, никакой прищипки не нужно будет им делать, им главное вовремя давать горшок побольше, то есть, они посидели, да, 2-3 недели, все срочно-срочно пересаживать, иначе полностью забивается корневая вот в этом горшочке, развивается плохо, поэтому очень быстро-быстро нужно ее переваливать, вот, ну, а в маленькую я сажу сразу, ее сразу в большую нельзя пересаживать, потому что корни не будут с водой справляться, и могут, ну, как бы, им плохо будет, поэтому на этой неделе, в конце этой недели обязательно буду их переваливать уже в горшочек побольше, место тоже от пеларгонии освобождается понемножечку, будем выставлять петунию уже в большие горшки, так, а также смотрите, какая здесь красота, петхуа, вот такой расцветки, ну, красотка вообще, такая красенькая, оранжевая, очень красивая, тоже корешки вон лезут, тоже пересадки уже просят, красота, здесь тоже малиновая какая-то будет, в общем, разнообразные расцветки, но когда я буду пересаживать их в стаканчик побольше, конечно же, все бутончики, весь цвет обязательно я буду убирать, так, идем дальше, смотрите, мы тут затенение, кстати, сделали, но это просто на скорую руку, все полностью затенять тоже, как бы, нежелательно, я так думаю, потому что в пасмурные дни здесь совсем-совсем будет темно, а по паже уже летом, наверное, или осенью будем натягивать притеняющую сетку, так, идем дальше, смотрите, здесь какие у меня горшочки, вот, вот, честно, забыла название, тоже буду пересаживать в подвесное кашпо, и вот эти вот, как, нигеране, как называются, не помню, тоже мне подружка отдала, дала, и она очень хорошо черенкуется, рассаживается, неприхотливая, в общем, у меня два таких горшочка, я в этом году попробую, как она себя ведет, вообще, сложно ли в уходе, либо нет, и на следующий год ее также буду размножать, мне кажется, тоже очень красивое растение, такие кудряшки, барашки, здесь у меня горшочек с гвоздичкой, эту гвоздичку я черенковала, черенковала с той гвоздички, у меня почти пропала, в общем, пришла перелитая гвоздика, ну, в общем, конечно, продавать ее было не айс, и я ее посадила в теплицу, потом я с нее взяла черенки, когда она дала молодые побеги, и вот один черенок у меня прижился хорошо, вот выжил, очень красивая краска, также будет она маточником в этом году, и на следующий год, я думаю, очень будет красиво и замечательно продаваться в горшочках, именно в рассадном сезоне. Так, не может не радовать ароматный алисум, этот алисум, в прошлом году мы брали с девочками черенками, ну, то есть, закупали черенки и продавали, также доращивали, вот как вегетативную питунью, мне удалось сохранить его зимой в теплице в нашей, я его черенковала, и у меня несколько садушечек его, вот, вот таких больших, я их уже пересадила, алисум, как он, если даешь чем больше горшок алисуму, тем он, ну, больше шапка становится, сорт, честное слово, не знаю, ну, хотя можно будет поднять за прошлый год фактурки и посмотреть, в принципе, когда буду продавать, все равно сорт, ну, как бы нужно написать, да, начеренковала его, вот, на днях, в таком контейнере, ну, и плотно прикрываю, вот, и стоит у меня, укореняется, внизу, как появятся корешки, сразу буду пикировать по стаканчикам, а сейчас я его не ставлю на верхнюю полочку, ставлю вот сюда на вторую, также здесь расположены черенки хризантемы мультифлоры, смотрите, какие они классные, они укоренялись в доме, потому что здесь прохладно, все-таки была, температура скакала, днем жарко было, ночью прохладно, поэтому были у меня они в доме, но уже листики молодые пошли, корешки хорошие у них, тоже на этой недельке, на этой, может быть, на той недельке, сейчас пока им тут, в принципе, достаточно места, буду их пикировать уже на постоянное место по стаканчикам, там, 0,2 даже, 0,5 и уже в стаканчиках буду продавать, вот, череночки хорошенькие, все удается, в принципе, укоренять, так что не удается, не удается, у меня цикламен, господи, да когда же он зацветет-то, я уже не знаю, я уже и пою, и танцую ему, наросли хорошие кустики, хорошенькие кустики, вот, и теперь ждем, ждем цветения, период охлаждения был очень хороший, по удобрениям заложено смокот, что еще нужно, ну, я просто не знаю, что нужно ему еще в первый раз с ним вообще как бы тут столкнулась с этим растением, может быть, кто-то подскажет, кто профессионал, кто с ним подружился, что еще нужно, я, конечно, заметила, что нельзя, чтобы он пересыхал, а иногда у меня он прям хорошо подсыхал, даже, как бы, прилично, вот, может быть, конечно, в этом проблема, стресс получал, но вот сейчас на данный момент я вижу, что бутончики-то есть, они выходят, то есть, как бы, небольшие вот цветочки, вот, выпускается, как бы, листочек, но это не листочек, а, видимо, как бутончик, вот, но они совсем маленькие, маленькие, вот, может быть, танцы помогли, шутка, конечно, так, давайте еще глянемся, что еще не показала, а, вот, черенковала в прошлом году, черенковала осенью тайдал, вот, тайдал, он у меня благополучно, он у меня благополучно перезимовал, я его еще раз, значит, подчеренковала, и вот, в принципе, ну, то есть, его надо подрезать, формировать тоже шапочку, в принципе, тоже для домашнего использования очень даже пойдет. Друзья, еще хочу вам похвастаться своей гортензией, это комнатная гортензия, я ее также забрала с магазина, она совсем зачахла, зачахла, значит, и я ее подрезала, обрезала, прям, немножечко пенечки оставила, пересадила, подкормила, и вот такая красотка, она у меня растет всю зиму здесь, набрала бутоны, смотрите, период охлаждения прошла, бутоны замечательные, будет свисти и меня радовать, но это еще не все, я ее, уже ведь, начеренковала, начеренковала осенью, и смотрите, мне удалось, удалось укоренить ее, черенки также прошли период охлаждения, я их пересадила, подкормила, заложила осмокот, вот такая красота у меня растет, конечно, вот эти черенки я уже буду продавать на рассадный сезон, и я думаю, они вот за месяц уже должны расцвести, конечно, буду продавать и говорить, что это комнатная гортензия, не уличная, вот, а также на улице она подойдет для контейнерного озеленения, то есть высаживаются в большие кашпо, выставляются, например, на крыльце, ну, вот по ограде, ну, тоже замечательная идея, почему нет, классно, на этой полочке расположила маточники, то есть маточники я высаживаю в большие трехлитровые горшки по два вида, ой, подождите, по два растения одного вида, вот, чтобы на следующий год хочу черенки брать свои, уже не покупать, также будет и продукция дешевле, если, как бы, сам начеренковал, не покупать черенки, черенок 100 рублей, а самим начеренковать, то будет в итоге уже продукция подешевле, вот, смотрите, вот это вообще красотка, очень красивая королевская пеларгония, здесь тоже, вот, вот эта полочка вся моя, все мои цветочки, вот это тоже красотка, я ее не буду продавать, для себя посадила, то есть каждого сорта по растению я себе посадила по одному, королевской по две, плющелистной по одной мне достаточно будет, здесь вот я принесла бегонию с магазина, тоже она поджарилась на солнце, бедняжечка, сейчас тоже ее пересажу, подрежу, ее, наверное, подрежу и обновлю, вот как обновлять, не знаю, почитаю про нее, может быть, листиками укоренять ее можно, в общем, это старенькое уже растение, будем делать из нее новенькое, вот, а здесь хризантему я уже начеренковала, но здесь также наросло очень-очень много новых черенков, ну вот, может быть, еще почеренкую, ну не знаю, посмотрим, в общем, пока стоят, ну сильно не мешаются мне, вот, как хорошо, хорошо все черенки пересажу, укореню и там, я думаю, достаточно будет с каждого растения я взяла так, по 50 где-то примерно черенков для моего магазинчика будет достаточно. Сейчас я вам покажу примулу, вот она, красотка, здесь уже дырочки появляются, какая зацветает, я ее увожу в магазин, вот, красотка начинает зацветать, тоже поедет в магазин, вот, это та пеларгония, которая не зацвела на 8 марта, ну вот, что-то ей не хватило, не знаю, ну сейчас тоже, в принципе, хорошо продается, замечательно. В рассадный сезон, я думаю, она без проблем вся у меня уйдет. Очень хорошенькая. На этих полочках расположился цикламен, вот, жду, когда он у меня зацветет, а если зацветет, буду его дешево продавать, чтобы его весь продать, по цветочку хотя бы выпустит и все, и буду его продавать. Вот такие поля здесь цикламенные картошки, смотрите, большие, большие уже наросли, большие, везде большие, а цветочка так и не дают. Так, у нас идет маргаритка, ну, что хочу сказать по маргаритке, ну, красотка, конечно, все, но если она не зацветает на 8 марта, потом ее тяжело продать, это, не знаю, сейчас рассады сезон, еще посмотрим, как она пойдет, тоже подешевле буду ее продавать, но на следующий год я ее брать уже не буду, конечно, с ней заморочек вообще никаких нет, но цветочек именно в моем магазине спросом не пользуются. А здесь я насадила хризантем, это не мультифлора, также у меня в магазине привезли хризантему и одна просто-напросто загибла, зачахла, я ее привезла домой, я ее пересадила, ее обрезала, она дала очень много вот именно вегетативной массы, черенков, да, я ее начеренковала, укоренила, также в контейнере, как и Алису, сейчас у меня там укореняется, и рассадила по пять штучек в каждый горшочек, вот, попробую, посмотрю, может быть, буду продавать, как именно, как горшечку, да, оно наберет кустик, ну, в общем, эксперимент у меня, можно ли дать вторую жизнь непроданной хризантеме, ну, и вот, и у меня два черенка осталось, я их просто посадила по горшочку, по одному, тоже, посмотрим, как они будут расти, смогут ли нас порадовать цветением, в общем, посмотрим, ой, здесь у меня столько места занимает роза, которую надо высаживать на улице, на улицу, несколько горшочков я принесла с работы, которая, тоже, вот, роза в горшках, роза карданы, идет патио, в продаже, тоже, вот, она начала погибать, я ее сюда принесла, тоже, сколько места она занимает, много, ее постоянно опрыскивают, то, видите, на нее, что-то тут нападает, какая-то, господи, прости, не знаю, что, ну, хоть тли нету, слава богу, и, ну, вот, видите, это вот, зараза такая, вообще, надо тоже чем-то обработать, фитоловином, что ли, какой-то, как грибковая болезнь, вечно на нее тут нападает, но, несмотря на это, она, вот, меня радует, цветет, немножко осталось, совсем немножко, и я ее вынесу, конечно же, на улицу, ей надо попрохладнее, ей надо, чтобы ее ветерок объевал со всех сторон, в общем, скоро я ее высажу на улицу, что ж, друзья, вот так кратенько я пробежалась по тепличке, рассказала вам, снимать будут через две недели, каждую неделю, в принципе, не так заметен рост у растений, чтобы уже кардинально вы видели разницу, поэтому буду снимать вам через две недели обзор теплицы, покажу, что я пересадила, что я посеяла, через две недели будем сеять на рассаду бархатцы, астры, георгины, цинии, их я буду сеять по ящикам и продавать именно не по стаканчикам, а именно дергать буду корешками и продавать, так рассада получается намного дешевле, вот, что ну, как бы уже два года подряд я так сею, и мне самой очень нравится и по цене выходит ну, как бы очень бюджетно. Что же по горшечке хочу подытожить, вот, что касается 8 марта, обязательно, обязательно буду выращивать королевскую пеларгонию именно на 8 марта, чтобы она зацвела. Цветок очень презентабельный, и его очень хорошо покупают. А на 8 марта я думаю, ну, как бы он он пользовался, он и так пользовался большим спросом, но так как были у нас тюльпаны в теплице, то немножко совсем они небольшое количество только успело зацвести, конечно, обидно было, но ничего страшного, в чем прелесть теплицы, когда есть свой цветочный магазин. Не нужно никуда торопиться, скорее-скорее продать, сбивать цену, ой, не успеем и все, и потом выкинем. Какая красота, когда есть магазинчик, и ты с утра встал, пошел, взял ящичек, зашел в тепличку, набрал пять пеларгоний, что-то еще взял и увез в магазин. Вечером посмотрел, что нужно, что продали за день, и на следующий день довезли красоты. Вот, поэтому я не переживаю, что что-то много осталось. Конечно, вот по маргаритке, многовато маргаритки осталось, она не успела зацвести на 8 марта. Конечно, если было бы потеплее в теплице, она бы вся успела зацвести, мы бы ее продали. Вся маргаритка, которая зацвела на 8 марта, она у нас просто спикала. Вот, поэтому именно на рассадный сезон маргаритку я больше брать не буду, да и на 8 марта тоже. Всю виолу, всю примулу мы сейчас вынесли в холодную теплицу на улицу. Она себя там прекрасно чувствует. Также маргаритка и маргаритка тоже в ближайшее время туда перебазируется. Ей тоже там будет очень хорошо. Они спокойно вот эти цветочки примула, виола, маргаритка прекрасно переносят понижение температуры до ноля, до минус двух, даже спокойно мы там еще в теплице акрилом прикрываем и спокойно мы ее расторгуем в рассадный сезон. Этому не переживаю. Днем в теплице жарковато, мы открываем окна, двери. Ну, в принципе, здесь у нас на верхних полках рассада, петуния, пеларгония, цикламен, маргаритка примула находится на нижнем, на нижних уровнях, на нижних полочках, поэтому им их не припекает, им, в принципе, хорошо, их проветривает замечательно и чувствуют они себя отлично. Может, кто-то посмотрит видео и скажет, ой, что-то ты мало всего насадила, сади больше, сей, все продашь. Конечно, можно было бы им много тут всего насеять, насадить. Конечно же, это у кого есть теплица, тот знает какой это труд, сколько это время занимает, занимает немало количества времени, время вне работы, свободного, твоего личного. Вот, поэтому насадила столько, сколько я знаю, что точно, точно продам в своем магазинчике. Никуда на рынке я не выезжаю, я просто некогда сажу только для нуж своего цветочного магазинчика. Мы оставим ссылочку внизу под видео на инстаграм, на инстаграм моего цветочного магазинчика проходите туда, подписывайтесь, буду, буду очень рада вас видеть в своих друзьях. Ну, что же, друзья, нам осталось всего немножечко, это апрель, май, июль, вот эти три месяца, когда нужно активно поработать, потопать, чтобы потом, конечно же, июль, август, чтобы нам отдыхать. Ну, что, друзья, на этом у меня все, я с вами прощаюсь, если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет очень-очень приятно. До новых встреч, пока-пока! июль, пока-пока! Продолжение следует...